Дмитрий Кот. Про копирайтинг. Как продать кота. Издательство Питер, 2022 год. Предисловие. Нот всего семь, но это не мешает гением создавать величайшие произведения, которые цепляют за живое, вызывают слезы или улыбку. Как им это удается? Дело в том, что в основе шедевра всегда лежит сильная и яркая идея. С продающим текстом ситуация аналогичная. Букв же всего 33. Основу сильного продающего текста составляет описание ваших преимуществ. Почему клиент-покупатель должен обратиться именно к вам, купить или заказать именно у вас? Требуется всего лишь понятно и убедительно эти преимущества раскрыть. О том, как это сделать, вы узнаете прочитав книгу. С ее помощью вы поймете, как написать действительно сильный продающий текст, такой, который привлечет внимание, вызовет интерес и убедит купить именно у вас. Особенности книги. Первое. Для предпринимателей, маркетологов, копирайтеров. Книга пригодится всем, кому приходится писать продающие тексты. Чтобы написать сильный продающий текст, не нужен талант литератора. Важно уметь объяснить выгоды для клиента. Именно об этом пойдет речь в книге. Второе. Понятно, потому что много примеров. На страницах книги вас ждет множество примеров. Пропуская их через себя, вы придумаете десятки идей, как раскрыть в тексте преимущества вашего продукта. Третье. Создано, чтобы стать настольной. Когда текст не идет, кто-то обращается к магическому шару или бубну. Я же предлагаю заглядывать в эту книгу. Пробегите глазами несколько страниц и получите порцию вдохновения. За годы работы ко мне обращались тысячи заказчиков. Говорю это без хвостовства и не надуваю щеки. Просто я очень давно занимаюсь копирайтингом. Одни клиенты считают, что их задача уникальная. Что никому ранее не приходилось писать продающие тексты на такую тему. Другие заявляют, что у них обычный бизнес, но для него нужно создать необычный продающий текст. Угадайте, что у них общего. Когда я задаю вопрос о том, какие конкурентные преимущества нужно раскрыть в тексте, и первые, и вторые отвечают примерно одинаково. Вы уже догадались, да? У нас уникальное качество и высокий уровень сервиса. Услышав это, я мысленно вздыхаю и начинаю выяснять, в чем же на самом деле заключаются их конкурентные преимущества. В такие моменты я вспоминаю Россера Ривза. Считается, что именно он привлек внимание бизнеса к тому, что нужно сообщать клиентам об отличиях вашего продукта, товара от продукта конкурентов. Ривз – автор концепции УТП – уникального торгового предложения. В своей книге «Реальность в рекламе» Ривз отмечал, «Реклама должна мгновенно захватывать внимание потенциального клиента при помощи одного, но очень сильного предложения, которого не могут сделать конкуренты и которое будет побуждать получателя рекламы на выполнение целевого действия». Как вы понимаете, речь идет о конкурентном отличии. В рекламе архи важно указать его. Пытливый читатель воскликнет. Правильно сказано в книге, написанной сотню лет назад, но где именно в рекламе должно располагаться это предложение? Как его написать? Жили, горе не знали, трубили на каждом углу о высоком уровне сервиса и неповторимом качестве, как сообщить клиенту об уникальности моего предложения? Уверен, что пытливый читатель не остановится на этом и продолжит. В моем распоряжении сотни рекламных каналов, наружная реклама, промо-посты во Вконтакте, продающие страницы, листовки, буклеты, контекстные объявления, аудио и видеоролики. Продолжать можно до бесконечности. У них разные форматы, размеры, да и воспринимаются они людьми по-разному. Получается, для каждого носителя нужна своя формула, чтобы донести конкурентное преимущество для клиента. Это же работа от сегодня и до бесконечности. Поделюсь своим подходом. В основе любой рекламы лежит текст, продающая страница. В основе текст. Видео или аудиоролик. Текст. СМС-сообщение. Объявление в социальных сетях. Листовка или флайер. Ну, вы поняли. Опять текст. Рекламный текст состоит из двух смысловых частей. Первая часть. Буквально одно-три предложения. В ней указывается, что предлагаем. Именно тут мы называем объект продажи и описываем основное конкурентное преимущество. То самое, которое отличает наш продукт от аналогов. Эту часть рекламы еще называют оффер. Он создается по формуле. Глагол плюс товар или услуга плюс конкурентное преимущество. Вот именно в поле конкурентное преимущество вы и добавите то преимущество, которое найдете после прочтения данной книги. Покупайте фитнес-пироги с норвежским лососем. Он выловлен сегодня утром в Северном море. Закажите установку пластиковых окон в нашей компании. Она выполняется по запатентованной технологии тройная защита от ветра и холода. Остановитесь в нашем отеле. Это выгодно. Завтрак шведский стол включен в стоимость проживания. Вторая часть. В ней раскрываем все детали и особенности предложения. Доказываем конкурентное преимущество цифрами и фактами. Приводим примеры. Даем отзывы и заключения экспертов. Объем этой части зависит от того, для какого носителя предназначен текст. Если работаем над продающей страницей, то в нашем распоряжении 10-12 абзацев. Пишем сценарий для ролика, у нас всего 2-3 предложения. Большой текст мы пишем или маленький, роли не играет. Важно, чтобы в нем присутствовали эти две части. Сначала указываем, что предлагаем и сообщаем конкурентное преимущество. А затем, если позволяет носитель, раскрываем подробности. Скажи, пытливый читатель, стало ли яснее? А если отличий много? После прочтения этой книги вы составите список из десятка, а может быть даже сотни преимуществ своего продукта. И все они будут убедительными. Все подходящими. Как быть? Давайте рассмотрим ситуацию на примере. Допустим, мы с вами, пытливый читатель, продаем чебуреки. У нас небольшое кафе, и мы жарим, жарим, жарим чебуры. Если на десятой минуте отвлечься от плиты и взять листок бумаги, то его не хватит, чтобы уместить все особенности нашего продукта. Чем же он примечателен? Особо тонкое тесто. Свежайшее мясо, которое мы закупаем в проверенных фермерских хозяйствах. Строгое исследование технологии. Жарим только на свежем масле и меняем его каждые три часа. Душистые специи. Их нам привозит дядя Ливан из Тбилиси. Продолжать можно до бесконечности. Что же выносить в офер? Вариант номер один. Выбрать уникальное преимущество. Одно отличие легче запомнить. Проще продвинуть на рынке. Его и выносим на знамена, в офер. Можно сделать упор на особых специях. Они же поступают к нам прямиком из Грузии. Именно поэтому наши чебуреки такие ароматные. А конкуренты используют стандартные специи, купленные в магазине. Подробнее об этом подходе вы прочитаете в главе «Наши преимущества. Особенные ингредиенты или составные части». Можно сделать упор на нашем семейном рецепте. Сказать о том, что он передавался из поколения в поколение аж с 18 века. Именно поэтому наши чебуреки такие сочные. А конкуренты придерживаются «стандартного» в кавычках рецепта. Подробнее об этом подходе вы прочитаете в главе «Рецепт. Вот наши отличия». Точно так же можно поступить с любой особенностью. В чем наука? Выбирайте то, чем конкуренты не могут похвастаться. Для этого соперников нужно предварительно изучить. Или выбрать отличия, которые отмечают ваши клиенты, когда оставляют отзывы, когда объясняют, почему пришли к вам опять, и когда рекомендуют вас своим знакомым. Прислушайтесь. Вариант номер два. Выбрать две особенности. Как быть в ситуации, напоминающей анекдот про обезьяну, которая не может определиться, умная она или красивая? Если особенности две, то, скрипя сердце, выносим в офер обе. Они могут усиливать друг друга или противопоставляться одна другой. Для усиления вам поможет союз И для противопоставления НО. Вернемся к нашим чебурекам.